Здравствуйте! Рад приветствовать вас на нашем канале. Мы поговорим о ЕГЭ по литературе. И, конечно же, мы поговорим не только о форматах ЕГЭ, мы поговорим не только о критериях и тому подобное. Я предлагаю сегодня поговорить о том, как можно работать. Так. Задание номер 6 в ЕГЭ по литературе. Читаем. В каком произведении русских писателей присутствует обобщенный образ привилегированного общества и в чем это общество можно сопоставить с фамусовским? Представим себе эту ситуацию. 26 мая идет минимум второй час экзамена. Уже сложно воспринимать многое. Читаем вопрос. Задание 6. Думаем. Одна из важных уловок для того, чтобы что-то вспомнить, это уловка окружающих предметов. Что вокруг нас? Лист, ручка, парта. О, карандаш. Карандаш. Думаем. Карандаш. На ум приходят строчки. Здесь был Броласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший сэнпри твои карандаши. Откуда эта строчка? Это восьмая глава, это Евгений Онегин. Это петербургское общество. Это высший свет Петербурга. Вспоминаем, цепляемся, думаем. Вспоминаем мысленно, да? Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды, образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Дальше, обратите внимание, у нас получается следующая ситуация. Мы даже, даже, не видим фамилий, мы не видим имен. Смотрите, необходимые глупцы, дамы, несколько девиц, посланник и тому подобное. На все сердитый господин у нас здесь присутствует, и только Проласов заслуживает у нас упоминание фамилии. И здесь обратите внимание на ситуацию. Пушкин просматривает эту галерею, просматривает это общество, именно как различные типы. Тут были дамы пожилые в чипцах и в розах, с виду злые. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. В дверях другой диктатор бальный, стоял картинку и журнальный, румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. Обратите внимание на то, что Пушкин в восьмой главе, характеризуя общество высшего света Петербурга, не останавливается на фамилиях. Он дает общую картину. Далее. Что у нас получается дальше? Думаем, думаем. Общество Петербурга мы вспомнили. Фамилии нет, но мы помним о нем. Дальше. Глава номер пять. Конечно же, именина Татьяны. Вот здесь обратите внимание на ту блестящую галерею, которую выстраивает Пушкин. На ту блестящую галерею, которую мы видим и которую мы буквально осязаем. Смотрите. С утра дом Лариной гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бличках и в санях, в передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц и тому подобное. Мы слышим лаймосик, мы слышим чмоканье девиц и тому подобное. Возникает целая картина, которая показывает нам своеобразную галерею гостей, причем гостей от характеристик, скажем так, нейтральных до характеристик очень и очень неприглядных. Смотрите. С своей супругой удородной приехал Толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Мы помним, что Скотинины это еще и герои недоросля Фан Визина, да? Дальше. Уездный Франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов. И смотрим на завершение этой галереи. И отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Вот галерея гостей, вот те самые поместные дворяне, которых мы видим в романе в стихах Евгения Аниги. Обратите внимание на ситуацию. Мы вспомнили уже два общества. Мы вспомнили высший свет Петербурга, который практически не имеет имен и лиц. Это некие маски, да? И мы увидели поместье, поместные дворянства, поместных дворян, которые съезжаются в гости на именение Татьяны. Очень важный момент. И обратите внимание, что эти характеристики, разумеется, пригодятся нам. Мы это по-прежнему помним, да? У нас задание номер 6 по-прежнему. Эти характеристики очень нам пригодятся дальше. Высший свет Петербурга. Подумаем об этом. Герой нашего времени, Лермонтов. Конечно же, Книжна Мэри. Вот строки Лермонтова, которые могут нам помочь. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Водяное общество. Вот еще одно общество, которое мы можем вспомнить по неким чертам. И пусть эти черты будут различными. Это будут и черты размытые, и черты поведения. Смотрите. Печорин прогуливается. Он видит большую часть семейства степных помещиков. Он видит их жен, дочерей. Вся водяная молодежь. Обратите внимание, водяное общество, да? Водяная молодежь была уже на перечете. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод. Далее. Поднимаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин. Штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют, однако, не воду. Гуляют мало. Они играют и жалуются на скуку. Они франты. Обратите внимание, франты. Опуская свой оплетеный стакан в колодец кисло-серной воды, они принимают академические позы. Мы помним, что скоро появятся грушницкие. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Обратите внимание на характеристику. Провинциальные дома, мы говорим о категорске, да? Кроме того, есть еще и Москва, есть московское общество. И напоминаю, что есть еще и высший свет Петербурга, столицы Российской империи. Поэтому смотрим на водяное общество, как на то сообщество, в котором есть абсолютно различные люди. Вспоминаем, думаем. Грушницкий. Грушницкий, разумеется, встретил Печорина. Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. А дальше та характеристика водяного общества, которую дает Грушницкий. Мы ведем жизнь довольно прозаическую, сказал он вдохнуть. Пьющие утром воду лялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны. Как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Леговская с дочерью. Но я с ними не знаком. Обратите внимание, речь идет о том, что Грушницкий упоминает именно московское общество. И для него княгиня Леговская с дочерью это уже характеристика причастности к высшему свету. Вот княгиня Леговская, сказал Грушницкий, с ней ее дочь Мэри. Затем мы видим сцену взгляда, скажем так, и беседы о Мэри. И вот обратите внимание, к чему приводит характеристика различных частей, элементов, составляющих водяного общества. Смотрите. О, это московский Франк Раевич. Он игрок. Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у Робинзона Круза. Да и борода, кстати, и прическа а-ля мужик. Обратите внимание на ситуацию. Кроме армейских, штатских и тому подобное, мы еще видим, что в водяное общество входят игроки. Причем игроки, которых можно заметить, отличить, скажем так, именно по внешнему виду. Далее. Печорин. Слышит от Вернера, что, оказывается, княгиня Леговская знает Печорина. Обратите внимание, как именно характеристика света петербургского распространяется, скажем так, на Григория Александровича. Да? Княгиня сказала, что лицо ваше ей знакомо. Это слова Вернера, конечно, да? Я ей заметил, что Верна она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума. Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем роман в новом вкусе. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит уздор. Обратите внимание на ситуацию. Печорин в глазах княгини Леговской, старшей, разумеется, моментально становится причастен к высшему свету, потому что княгиня знает о нем именно из петербургских сплетен. Дальше. Размышляем дальше. Какие еще общества? Какие еще общества, да? Мы вспоминаем, думаем. Фан Визин, Денис Иванович, Недоросль. Мы вспомнили о намеке на скотининых еще в пятой главе романа в стихах Евгения Анянина, Александра Сергеевича Пушкина. Вспоминаем действующих лиц. Вспоминаем действующих лиц комедии воспитания Недоросля. Простаков, госпожа Простакова. Конечно же, это дворяне. Митрофан. Затем скотинин, брат госпожи Простаковой. Это те люди, которые образуют семью. То есть это семья. И говорить о том, что это именно общество, хотя это дворяне, да, общество, каким-либо образом сопоставимое с обществом фамусовским, достаточно сложно и требует очень объемных доказательств. Потому что, например, Правдин, Стародум, Мелон – это дворяне. Но это, в том числе, возможно, дворяне служливые. Например, тот же самый Стародум, если взять биографию его отца. Поэтому, хотелось бы думать, что именно комедию Недоросля и именно характеристику семьи Простаковых-скотининых никто не будет брать для сопоставления с фамусовским обществом. Далее. Гоголь, ревизор. Вот интереснейшая ситуация. Как раз, если мы говорим об обществе фамусовском, о том, какой поток сплетен там царит, о том, каково там чинопочитание, о том, каковы там уровни лицемерия, мы можем вспомнить комедию Гоголя «Ревизор». Обратите внимание на список действующих лиц. У нас получается следующая ситуация. Вспоминайте, городничий, конечно же, глава общества, да, города Н, его супруга, его дочь, смотритель училищ, конечно же, это представитель, скажем так, высшего света, да, города Н, судья, попечитель богоугодных заведений, патчмейстер, городские помещики, конечно же, бобчинские, добчинские, да. И обратите внимание еще на тех трех человек, которых редко упоминают. Это Федор Андреевич Юлюков, это Иван Лазаревич Ростаковский и Степан Иванович Коробкин. Отставные чиновники, почетные лица в городе. Таким образом, мы можем сказать о том, что именно сообщество чиновников уездного города Н в комедии «Ревизор» это то общество, которое можно, можно сопоставить с обществом фамусовским в соответствии с вопросом в шестом задании. Далее. Островский, Гроза. Думаем, вспоминаем общество, да, общество. Очень важный момент. Вспоминаем именно действующих лиц и думаем, на каком уровне взаимоотношений они находятся. Дикой, его племянник Борис, затем Кабанова Марфа Игнатьевна, Кабаниха, да, Тихон Иванович, ее сын, его супруга Катерина, Варвара, сестра Тихона. Это семья. Это именно семья. И говорить о том, что это общество является привилегированным, мы в какой-то степени можем, но речь идет именно о семейных узах. Речь идет о той обстановке, когда мы говорим все-таки в первую очередь именно о семье, о семейных категориях, характеристиках, ценностях и так далее, да. Вспомните темное царство, да, и вспомните за заборами льются невидимые миру слезы, да, очень важный момент. То есть это не только и не столько именно общество, которое мы можем сопоставить с обществом фамусовским, сколько это именно семья, которая является, ну скажем так, своеобразной вершиной власти в городе Калинии, да. Далее. Подводим очень краткие итоги. Смотрим, думаем. Мы обдумали два общества из романов-стихов Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегин. Это общество Петербургского света и это общество поместных дворян, которые представлены в виде своеобразной галереи, да, на именинах Татьяны. Затем мы говорили о водяном обществе, мы прокомментировали его характеристики, да. Затем мы поговорили о недоросле, мы поговорили о грозе. Еще, еще можно, конечно же, вспомнить поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Образы помещиков. Но, но, здесь возникает следующая ситуация. Все-таки образы помещиков, хотя блестящие, так сказать, изображены Гоголем, нельзя назвать обществом как таковым. Вспомните, если мы говорим об обществе Фамусовском, то, разумеется, сравнить между собой Фамусовское общество и Маниловых, Ноздревых, Коробочек, Плюшкиных, Собакевичей и тому подобное, это уже некорректно. Помещики разъединены, каждый из них это олицетворение уже других категорий, других ситуаций. Поэтому образы помещиков для ответа на вопрос не подходят. Итак, мы прошли путь размышлений. Путь размышлений от карандаша до цитирования романов в стихах, до цитирования романов, до обдумывания списков действующих лиц драматических произведений. Обратите внимание, что это последовательность размышления, это логика размышления, эти направления размышления. Это именно та ситуация, которую можно использовать. Ну и, конечно же, ждем вас в репетиторской империи, потому что именно занятие в репетиторской империи, это та ситуация, когда мы постигаем материал, когда мы постигаем прекрасное наследие великой русской литературы на очень серьезном, тонком, интересном и, конечно же, результативном уровне. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова